Субтитры сделал DimaTorzok 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 Я этим пользуюсь тут же Ну и он даже не пытается, в принципе, обороняться Тупо меня пропускать вперед, что ему огромное спасибо Что я не составил небольших хлопот Ну и, в принципе, начинаем уже преследовать впереди идущие Вильямсы Но преследовать удалось недолго У нас в начале третьего круга выходит сейфти-кар У нас выбывает человек на альфа Ромео Скорее всего, ну да, в суде-то мне как его просто развернуло После, ну, в третьем секторе на выходе из поворота Ну и по итогу, да, сейфти-кар, который на самом деле был не очень Как бы их полезен, с другой стороны полезен Потому что у нас опять собрался пилотон Ну и, соответственно, сейчас будет снова возможность побороться за позиции Ломкина У нас очень так, уверен, она вваливается в первый поворот Что очень уверенно вываливается уже во втором повороте И по итогу сразу же плюс позиция Также еще одна позиция за счет того, что у нас один из Макларенов поехал в пидстопы Ну и того уже десятая позиция Плюс Бобовникова, с которым можно, точнее Ломкин, с которым можно поворотиться Да, я перепутывал с Бобовникова, но не суть важная И по итогу плюс позиция это всегда хорошо Ну, теперь Ломкин Самое главное, вот так же было где-нибудь опередить здесь И сразу же пойдет за грубой впереди Он ошибается на выходе из Мэггетс-Бэгетс Чем я сразу пользуюсь на прямой Хангер Стрейт И мы уже выходим на девятую позицию Уже целых два чека мы приносим копилку своей команды пока что Надо еще их умудриться довести Потому что все-таки это Сильверстоун, это дождь Все возможно Но теперь самое главное удержаться в предыдущей группе Как раз которая достаточно быстро едет у нас Ну, плюс-минус быстро И по итогу, что же Пытаюсь я угнаться за ними на старт-чинчной прямой Начинают отставать, причем видно уже то, что напрямой я отстаю Ну, это как бы показывает то, что немного я переборщил с крыльями И можно было меньше их поставить И терять меньше, конечно же, напрямой Через три круга у нас ситуация немножко ухудшилась Уже двух секунд я начал отставать от них Но при этом позади идущие также побовников Сонкина обменялись позициями И также между нами там почти три секунды, соответственно Ну, я, так сказать, в буферной зоне от них И поэтому мне ничего не угрожает Люди побовников позади с трехсекундным штрафом Ну и по темпу я был все-таки быстрее его Пит-стоп я решил сделать в обычное окно На трехсекундном круге Выезжаю и передо мной выезжает Акифев На самом деле в этот момент я думал То, что он уже сделал супер-стоп И то, что он меня андеркатнул Но если мы посмотрим все-таки на разрывы В плане того, то, что как далеко от меня вышел народ Вот Бобовник, например, вообще в 8 секундах вышел от меня Скорее всего задержали на пит-стопе Но не суть важна то, что, в принципе, Акифев не мог меня никак Андеркатнуть, потому что там отрыв от него у меня был Ну, примерно секундок 10, если он вышел Ну, успел меня обогнать, когда я выезжал из боксов Вот, ну, я этого, опять же, не знал Ну, окей Я в этом момент думал, что у меня свежая резина В принципе, я сейчас подъеду И в поворотах уже начну ему просто напихивать В принципе, на следующей кругу так уже и началось Ну, точнее, на пятнадцатом Я подъезжаю близко, пытаюсь теперь что-то уже сделать Самое главное интересное сработать было как-нибудь на выход, чтобы его опередить Но тут Акифев начинает прям защищаться Прожимать кнопку ЕРСа И, соответственно, в этот момент я понял То, что битва у нас будет, скорее всего, долгая Потому что, опять же, дождь Но, если забегать немного вперед То, что Акифев у нас все-таки свернет в боксы В этом, честно, я вот, когда увидел то, что он свернул боксы Я немного недоумевал, почему он так яро боролся за позицию, которую он в любом случае потеряет И смысле от борьбы за которую нет, ну, в принципе, никакого логического у меня понимания Потому что его напарник, даже если вот Ввиду того, что он пытался как-то помочь своему напарнику Был очень далеко То есть, как видно, сейчас Проезжая только Коупс Его напарник Также еще и Игорь ловит 3 секунды Соответственно, ну, тут уже вообще никакого смысла нету бороться И, честно, я вот просто не понимал, для чего он это делал Потому что, ну, ресурсы, окей Я понимаю то, что ЕРС окопится на круге очень много За счет того, что, ну, у нас дождь И мы едем не особо быстро Вот Но, как бы, ты борешься просто ни за что И при этом ты же теряешь чуть-чуть больше Потому что начинаешь обороняться Где-то закрывать где-нибудь траекторию И по итогу, вместо того, чтобы просто пропустить быстрого оппонента вперед Который едет намного быстрее Да еще и после пидстопа в особенности И постараться на борту держаться за ним на прямых тех же Да, в поворотах, конечно, грязный воздух В дождь очень много дает андерстира И в поворотах намного сложнее преследовать Но на прямых, блин, все-таки Слипстрим Это и Слипстрим В момент, когда у нас отсутствует ДРС Собственно, я опять предпринимаю попытку атаковать Но прожимая кнопку, я вижу то, что наоборот Акиф отъезжает И понимаю то, что на прямых шансов у меня просто, ну, нету Только если как-то сделать лучший выход В Лафелде попытался нырнуть вовнутрь Но Акиф это заметил, скорее всего Тут же немножко призакрыл мне калитку Потом меня немножко вытеснил на траву Но окей, я еще не был в базе у него Спишем на это В Коупсе попытался как-то приблизиться К этому моменту гонки я уже имел одно предупреждение Соответственно, ну, в принципе, еще одно могу получить Но потом ездить на грани как-то не особо хочется В Мэггэз Бэггэз начинаю активно прям догонять его И пытаюсь работать на выход уже из Мэггэз Бэггэз на Хангер Стрейд Но немного не получается Начинаю от него немного отставать Ну и потом, по итогу, за счет слепстрима Начинаю потихоньку удерживать Этот отрыв Ну и что же, вот момент истины Когда Акиф сворачивает в боксы И в этот момент немного у меня пукан загорелся Потому что, опять же, не пойми за что человек боролся И все равно уехал на пидстопы После этого я в городе поймем, что ехал Ну и Ломкин, который у нас ехал 22 круга, если не ошибаюсь Без пидстопа, в конце 23-го он все-таки заехал 22-го круга И поставил себе полностью дождевый комплект Потому что в этот момент у нас уже очень сильно пошел дождь Тут я ловлю на 25-м кругу еще и штраф 3 секунды На самом деле в этом мете я думал, что, блин, все, это жопа полная Потому что Ломкин также имел тот момент 3 секунды Но, как мы сейчас видим, он имел уже 6 секунд После этого я посмотрел и увидел то, что у него тоже 6 секунд И сдохнул с облегчением Потому что понимал то, что, ну, накосячить на еще 3 секунды мне будет достаточно сложно Ломкин не успеет за круг от меня отъехать на эти самые 3 секунды Также еще интересный момент Вы можете заметить в предыдущем, в 9-м месте болит Альфа Ромео И, причем, я вот во время гонки ломал голову Как так этот болит Альфа Ромео оказался впереди меня Потому что, ну, вроде бы по темпу он не мог меня никак обойти И на пидстопах тоже не мог андеркатнуть Потому что он был достаточно далеко Но в конце гонки вы узнаете, почему он был, остался, ну, был впереди меня Я думаю, догадливые уже, в принципе, знают почему Вот для меня это было даже, на самом деле, открытием 500-600 часов в эфках, там, последних трех Хоть я никогда такого не видел просто Все же, Ломкин не по итогу проходят, потому что на промежутке достаточно сложно ездить уже в жесткий дождь И, соответственно, начинает отрываться Все-таки полностью дождевая резина дает в этом плане преимущество Но все-таки да Если бы, конечно, не штрафы Я думаю, сейчас минус позиция у меня была бы гарантированная Также еще Ломкин тут ошибается на махнископс Чуть ли не заносит, но отлавливает, болит И по итогу, так, можно сказать, уже здесь Потому что гонка заканчивается вот таким вот образом Дождевая гонка Еще на Сибирстоуне, где как раз таки очень высокие скорости В средних скоростных и высокоскоростных поворотах И по итогу гонка остается просто унылой Потому что половина гонки я ездил в общаясь в гордом одиночестве Да, была какая-то борьба, но борьба, чаще всего, не особо платкая Ожесточенная, в начале гонки, да Вот там было интересно, но Машина безопасности, хотя после нее тоже был достучен все лазрестарт Где-то была борьба Вот, ну и так вот проходит 26 кругов Это замечательные гонки Десятое место, единственное от Чечи Ну хотя бы я его все-таки довез Ну а теперь про Альфа Ромео на 9 месте Остановки 0 Когда я отойдил на стриме, я немного прифигел Потому что, да, в сухой гонке у нас есть правило того, что должен использовать два разных типа комплекта резины Но я думаю, что в дождевой есть хотя бы правило о том, что должен сделать обязательную остановку Но вот сегодня я узнал то, что необязательно это делать остановку в дождевой гонке На этом все, ребят, с вами Warhammer Подписывайтесь на канал, вступайте в группу ВКонтакте, чтобы не пропускать анонсы клядущих стримов Ну и увидимся скоро Пока-пока, ребят, и удачи